Здравствуйте, мои дорогие и любимые близнецы! Это ваш второй прогноз на ноябрь 2022 года. У меня сегодня для вас 6 колод, и мы с вами будем начинать с первой колоды. Называется она у нас «Золотой таро нового искусства». Вот такая вот колода. Ну что, приступаем. Тасую карты. Что ждет наших дорогих и любимых близнецов в ноябре месяце? Какие события могут произойти? Что Вселенная захочет подсказать нашим близнецам? Вообще, что им нужно знать? Первая карта для вас. Карта «Дурак». Карта «Дурак» — это какие-то новые начинания, новые возможности. Может быть, будете делать что-то новое, или, может быть, какие-то непредсказуемые ситуации возникнут здесь. Или, может быть, здесь может проиграться для кого-то как смена, смена профессии, смена деятельности. Может быть, человек решит уволиться и переехать. Это, может быть, еще карта иммиграции, переезда по этой карте. Потому что здесь это еще карта риска. Человек, может быть, возьмет риск. Может быть, он будет работать над чем-то, над чем раньше не работал, или чего раньше не знал. Но все равно будет себя пробовать в этой сфере. И еще это, может быть, как начало отношений с кем-то. Может быть, это, знаете, ваш партнер, который будет, может быть, вас младше по возрасту, может быть, другой национальности, другой культуры. Да, по этой карте. И здесь еще, может быть, еще как внезапная беременность для кого-то, если, конечно, вас эта тема интересует. Или, может быть, как начать что-то с нуля. По этой карте. Вот. Или что-то связанное с дальними землями, с иммиграцией, именно с переездами, может быть, да. Сейчас вытащим еще одну карту из этой колории. Десятка. Десятка пентаклей. Здесь, знаете, как исполнение желания, здесь кульминации, здесь именно завершение, завершение чего-то. Может быть, вот именно начинание вот эти с нуля, или возьмете какой-то риск, или, может быть, возникнут какие-то непредсказуемые, предсказуемая какая-то ситуация. Но здесь произойдет такой поворот резкий, да, потому что это как исполнение желания по десятке. Потому что здесь именно как будто, знаете, финансовый рост, здесь финансы перейдут на другой уровень, здесь успех, здесь удача, здесь может быть покупка недвижимости, может быть, рождение ребенка, пополнение в семье, может быть, будете отмечать ваш прогресс, ваш какой-то результат, делиться с семьей, да. Это один вариант. Второй вариант может быть здесь, знаете, проиграться, как непредсказуемая, может быть, ситуация, что-то поменяется в вашей семье. Да, резкий какой-то поворот, резкие какие-то изменения в вашей семье могут произойти. Здесь может проиграться, как начать с нуля тогда. Вот такие два варианта. Пожалуйста, берите то, что резонирует с вашей личной ситуацией, незабываемо, это общий расклад. Так, двигаемся дальше. Следующая колода у нас с вами на сегодня. Это у нас повседневная Таро Визмочек. Колесо Фортуны. Колесо Фортуны. Здесь успех, везение, здесь удача, поворот событий, да. Здесь может быть неожиданный поворот событий. Наконец-то это колесо завертится, закружится, сдвинется что-то с места, произойдет какой-то прогресс. Это может быть еще дорога, путешествие, иммиграция, что-то связанное с ПМЖ, с оформлениями документов, да, с визами, с гражданствами. Так вот еще у нас здесь может произойти. Здесь именно, может быть, еще с недвижимостью, может быть, покупка недвижимости здесь, да, по этой карте. Может быть, как переезд. Но здесь тогда именно, как переехать с квартиры в дом, потому что здесь смысл в том, что расширение жильной площади, может быть, увеличение, да, потому что это у нас еще карта Юпитера. Юпитер, да, дарит нам подарки, он расширяет, увеличивает, дает нам какие-то возможности улучшить, что-то в нашей жизни поменять, изменить в лучшую сторону. Поэтому здесь могут произойти такие неожиданные, приятные события, какой-то сюрприз, да, поворот событий, которые вы не ожидаете даже. Вытащим сейчас еще одну карту. И здесь у нас карта повешенная. Здесь как будто была стагнация, не было сдвига, может быть, да, чего-то ожидали здесь по этой карте, ждали, надеялись на кого-то или ждали какого-то ответа от кого-то. И, наконец-то, может быть, ситуация сдвинется с места, пойдет сдвиг, пойдет прогресс, да, в ситуации, что-то сдвинется с места. Наконец-то начнет двигаться и крутиться вот это колесо. Потому что здесь именно как будто был момент ожидания. Так, следующая колода у нас с вами на сегодня, это зеленые ведьмочки. Королева. Королева жезлов. Здесь, знаете, брать контроль, управлять, завоевывать. Это карта лидера, это карта прогресса. Это когда человек мотивирует себя, надеется на себя, полагается на себя, да, в какой-то ситуации. Но в то же время это карта бесстрашия. Когда человек идет вперед, он что-то доказывает, он завоевывает, он выступает в роли лидера, он направляет, он берет ответственность на себя, он, может быть, дает какие-то распоряжения, может быть, это, знаете, ваша профессия, может быть, вы находитесь в должности руководителя, и где здесь вы будете именно выступать в роли лидера. Или, может быть, такой человек будет принимать участие в вашей жизни, тогда, если вы считаете, что это не вы. Может быть, тогда это будет по гороскопу один из огненной стихии, знаков один из огненной стихии. Это, может быть, знаете, как лев, стрелец или овен по гороскопу. И тогда такой человек будет участвовать в вашей жизни. Может быть, это ваш партнер, да, но, может быть, просто женской энергетики, мягче по характеру быть. Здесь у нас рыцарь, рыцарь Пентакли. Здесь именно стабильная финансовая ситуация. Может быть, планирование, планирование переезда, дороги, путешествия. Может быть, здесь, знаете, отправитесь куда-то, но здесь, может быть, с кем-то поедете. Может быть, будете обсуждать какую-то поездку или финансы с вашим партнером, да. Вот. Или, может быть, произойдет прогресс. Прогресс ваших, ваших, ваших финансов, да. Или, может быть, здесь человек будет обдумывать что-то, решать какие-то финансовые вопросы, анализировать, строить план финансовый. Ваши доходы, ваши расходы, например, да, по этой карте. принимать, может быть, какие-то важные решения финансовые. Может быть, что-то связанное с инвестициями, с ценными какими-то покупками. Но здесь все будет, да. Здесь все произойдет. Но здесь немножечко замедленный такой темп результата, потому что здесь именно земная стихия Пентакли, да, у нас очень медленная стихия. И поэтому здесь будет результат, но он немножечко будет развиваться медленно. Медленно будете идти к своему результату. Еще вот так, может быть. Следующая колода у нас с вами на сегодня, это у нас Эдгар Холл. Вот такая вот колода. Королева. Королева Пентакли. Здесь стабильная финансовая ситуация, здесь изобилие, здесь роскошь, здесь вы наслаждаетесь вашим результатом, финансовым результатом. Здесь, может быть, будете общаться, обсуждать ваши финансы с кем-то. Да, потому что здесь человеку именно комфортно, ну, комфортно в плане финансов. Да, у него здесь есть все, ему везет, может быть, повезет вам в финансовых вопросах. Или, может быть, если вы ожидаете финансовую поддержку от кого-то, то вы ее получите. Но здесь с финансами должно быть все потрясающе и все в порядке, потому что человек сможет создать себе комфорт, создать себе изобилие, создать себе достаток, может быть, приобрести что-то, обладать, иметь что-то, может быть, да, тоже, как иметь, может быть, недвижимость, машину, например, и делать какую-то ценную покупку для себя. Но здесь человек не транжира, он будет, знаете, откладывать финансы, даже если он будет инвестировать, ему важен будет очень результат, что он получит от этого. сейчас вытащим еще одну карту. Карта звезда, карта звезда, старший аркан, дотянуться до звезды, дотянуться до вашего желания, до вашей мечты. Ваша заветная мечта может исполниться, да, в этой карте, может быть, эта мечта связана со стабильностью, с невыжимостью или с финансами, да, или может быть тогда, если вы считаете, что это не вы в плане королевы Пентакли, может быть, тогда это будет, кто-то будет принимать или поддерживать или помогать вам осуществить ваше желание, то это может быть один из знаков зодиаков земной стихии, это может быть телец, козерог или дева по гороскопу тогда, да, кто поможет вам реализовать ваше желание. Вот. Или, как я уже объяснила до этого трактовку, где у вас есть стабильность, стабильная финансовая ситуация, и здесь именно это проиграется как исполнение вашего желания, да, человек верил, что он сможет что-то достигнуть, что у него что-то получится, он надеялся на себя, его надежды оправдались. Вот такая вот карта, посмотрите, как вы сидите комфортно, да, здесь. Так, меняем колоду. Следующая колода у нас с вами на сегодня это Таро Провидцев. Паш, Паш Жезлов, Папажам, это у нас всегда новости или начинания новые какие-то, да, то, что мы не делали раньше, потому что здесь еще Жезлов, это огненная стихия, мы загораемся, у нас появляются желания, новые идеи, новые мысли, мы хотим чего-то, мы стремимся к чему-то, да, мы хотим результата, мы хотим прогресса, мы хотим сейчас, мы хотим все сразу, да, немножечко такая ситуация. Либо получите какие-то новости, либо начнете заниматься чем-то новым, может быть, начнете ходить на спорт, заниматься фитнесом, или, может быть, начнете откроете свое дело, да, здесь, по этой карте, или, может быть, появится желание что-то начать новое здесь, то, что вы, может быть, раньше не делали, или, может быть, будете обучаться чему-то, или, может быть, будете заниматься вопросами вашего ребенка, может быть, будете отдавать ребенка на спорт, потому что ребенок очень активный, да, вот такая вот карта здесь, сейчас вытащим еще одну карту, здесь у нас тройка, тройка мечей, тройка мечей, здесь может быть какое-то огорчение, может быть, переживание, стресс, волнение, может быть, кто-то что-то за спиной сделает, это не несет удар, может быть, знаете, здесь сердечная боль, плохое самочувствие, здесь нужно будет, может быть, пойти на прием к врачу, обследоваться здесь, или, может быть, услышите новость о какой-то потере на этой карте, сейчас вытащим еще одну карту, да, здесь у нас четверка чаш, четверка чаш, здесь какое-то разочарование, здесь может быть, что-то знаете, не будет устраивать, спад в настроении, может быть, по этой карте, кто-то что-то будет предлагать, но вас это будет не устраивать, может быть, не будете обращать внимание на это, или, может быть, это карта ожидания, или, может быть, вы сами хотите чего-то, но сами не знаете, чего хотите, немножечко вот такая ситуация, ну, тогда здесь это может проиграться, как, знаете, кто-то что-то резко ответил, вам не понравилось, это вас обидело, это вас затронуло, например, да, вот. И здесь именно как будто немножечко разочарованно. Или кто-то что-то пообещал вам, еще может быть вот так, да, кто-то что-то вам пообещал, но в результате как будто обещанное не произошло, да, или может быть пообещал горы, а в итоге совсем другое, да, не то, что пообещал. И здесь это вас разочарует, расстроит, обидит, может быть, вот так вот. Так, следующая колода, последняя колода у нас с вами в Близнеце, это Таро Мистических Моментов. Двойка, двойка чаш. Сотрудничество, переговоры, партнерство, да, перемирие, заключение сделки, контрактов, может быть, если вы свободны, то это может быть отношения, свидания, могут быть отношения, перейти на другой уровень, или, может быть, это поддержка, может быть, что-то вместе с партнером делать нужно будет. Здесь у нас карта отшельник. Карта отшельник, здесь может быть, знаете, ретрит, санаторий, здесь может быть больница, тоже быть по этой карте, может быть, кого-то будете навещать в больнице, или, может быть, ваш партнер ляжет в больницу, или, может быть, на обследование ляжете, или, может быть, наоборот, ваш партнер или кто-то из близких ляжет в больницу на обследование, тоже может быть, или, может быть, вместе с партнером поедете в санаторий, в ретрит вдвоем отдохнете, может быть, куда-то к морю, да, или, может быть, какая-то ситуация прояснится здесь с вашим партнером или с кем-то, да, или это, может быть, бизнес-партнер, это, может быть, ваш партнер в отношениях, да, Потому что здесь как будто станет что-то ясно, что-то станет понятным по этой карте. Может быть, не было четкости, не было ясности. Но здесь что-то всхлубет, что-то станет ясным, что-то станет понятным здесь. Или, может быть, вы сами здесь высветите себе новый путь действия. Или, может быть, решите поехать куда-то вместе к морю, например. Вот такая вот карта, вот такой у нас с вами расклад. предоставила несколько вариантов, не забывайте, берите то, что резонирует с вами, с вашей личной ситуацией. Вот такой у нас с вами расклад, мои дорогие близнецы. Я вам желаю удачи и успехов в ноябре месяце, счастья, радости, исполнения, желания, везения, чтобы вам везло во всем, чтобы колесо фортуны всегда сопутствовало в ноябре месяце, чтобы произошел прогресс и поворот событий в этом месяце. И чтобы здесь именно вы собирали финансовый урожай, чтобы ваши финансы перешли на другой уровень, конечно же. Если вы до сих пор не подписаны на моем канале, я буду очень благодарна, если вы подпишетесь. Заранее благодарю вас за вашу поддержку. Большое вам спасибо за внимание, удачи, успехов в ноябре. До скорых встреч. Пока-пока.